Рождество Христово, один из главных христианских праздников, отмечают православные верующие во всем мире. Русская, грузинская, сербская, болгарская, константинопольская, иерусалимская православная церкви, а также все афонские монастыри и старообрядцы. Особенно пышные торжества в Иерусалиме, там где родился Иисус. Верующие со всего мира прибыли на торжественную службу, которую провел глава греко-православной церкви, патриарх Иерусалима Феофил III. Тысячи паломников собрались в базилике Рождества. Представитель русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел службу в главном храме России. В кафедральном соборном храме Христа Спасителя собралось более пяти тысяч верующих. Рождество Христово встретили и православные Белоруссии. Всеношное гдение прошло более чем в полутора тысячах приходах. Праздничное богослужение в Минском, Свято-Духовом, кафедральном возглавил митрополит Минский. Изославский, патриарх Икзарфсия, Белоруссия, Павел. С Рождеством православных христиан Белоруссии поздравил президент Александр Лукашенко. А сегодня уже по традиции глава государства присутствовал на рождественском богослужении в Свято-Духовом кафедральном соборе. С великим праздником Александра Лукашенко поздравили воспитанники воскресной школы. Президент вручил детям рождественские подарки, а после Александра Лукашенко вместе с митрополитом Павлом зажгли рождественскую свечу у чудотворной иконы Минской Божьей Матери. Предание сообщает, что образ был написан святым апостолом и евангелистом Лукой. Многие столетия икона находилась в Византии. Святыня пережила немало лихолетий. Ей поклонялись люди многих поколений. В теплой обстановке Александр Лукашенко пообщался с прихожанами. Президент подвел некоторые итоги ушедшего года, немало говорил о вкладе церкви, укреплении мира и о будущем Беларуси. Основная цель моего сюда визита – поблагодарить нашего владыку, поблагодарить наших священнослужителей, всех, кто несет этот Божий крест во имя духовности нашего народа за то служение нашему народу и нашему государству. Ведь та стабильность и покой, которая на этом непростом клочке земли, на перекрестке всех дорог, существует – большой вклад в нашей церкви. Всех наших конфессий, особенно священнослужителей православной церкви. Все-таки это самая большая конфессия нашего государства. Соответственно, и народ вам отвечает миром и добром. Давайте это добро, этот мир будем беречь, как зеницу ока, потому что, как я часто говорю, экономика, деньги – мы всегда найдем, заработаем. А вот мир и покой – это та драгоценность, которая не приходит ниоткуда. Поэтому давайте беречь этот мир. Он для нас очень важен. По случаю праздника Александр Лукашенко и митрополит Павел обменялись подарками. В дар главе государства митрополит преподнес икону «Спаситель». Владыка перевез ее со святой земли Иерусалима. Образ освящен на гробе Господнем. Президент передал в дар Белорусской православной церкви икону Рождества Христова, написанную в уникальной технике восковой темперы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова